Салон просит отправить 5 тысяч и не возвращает их. Чики-чики-чики-пики-пики-пики. У меня просто есть ваш номер. Уже, мне кажется, 20-й слой, да, примерно пошел? Мне кажется, 50-й. Вот так грязно. Честно говоря, меня бесит реально. Блин, кошмар. Не смотрите, подождите. Сейчас, подождите, дайте я разберусь с этой махинацией. Давайте придумайте, вы специалист или кто? Я буду плакать. Ребят, всем пламенный привет. Привет, мы с вами сейчас отправляемся в салон, где с меня взяли полную предоплату за услугу в размере 5 тысяч рублей. Причем после моей записи ответили, что мастер выезжает только по факту предоплаты, которая должна быть совершена за 3 часа до времени записи. Причем это не часть услуги, да, какая-то, которая, ну, теоретически, например, бы перекрывала расходы мастера там на дорогу. А полная стоимость, включая комиссию с салона, которую ты должен оплатить заранее. Я спросила, в случае, если макияж не состоится, возвращается ли предоплата, мне сказали нет. При этом я говорю, а вот мало ли что бывает, но со здоровьем, что угодно в целом, теоретически может случиться. Мне дам как-нибудь авария. Тогда ответили мы, ну, если прям такое, что-то вот сверховое, то вернем предоплату вашим родственникам. То есть если вы сами запросите, значит, все с вами было в порядке, предоплату захотели, на макияжик бы приехали, значит, хрен вам, а не возврат. Но если, конечно же, ваши родственники теоретически как бы сообщили, что в таком случае да. Надо сказать, что, конечно, это незаконно. Не возвращать предоплату, потому что предпринимательская деятельность связана с рисками. И когда человек предполагает извлекать прибыль из своей деятельности, он их на себя берет. Их не должен с ним разделять потребитель, клиент, который эти деньги платит. То есть кто получает прибыль, тот и все риски должен как бы самостоятельно на своих плечах вывести, а не клиент. И что еще тут меня поразило, что, допустим, ладно бы еще как-то перекрывали теоретические расходы мастера на дорогу. Ну, допустим, например. Потому что по закону предоплата должна возвращаться за минусом фактически пенсионных расходов. При этом ценник 5000, он же состоит из комиссии салона и денег, который берет себе непосредственно мастер. Так вот, салон вообще, в принципе, до услуги не оказан. Например, клиент не приехал, но они целиком хотят удержать всю стоимость так, как будто полностью выполнена вся работа. Представляете, я вообще такого встречаю первый раз в полную невозвратную предоплату. До 25-го, 24 месяца и 5-го, 22-го. То есть он, получается, 5-го, 24-го. Представьте, сколько ему лет. Сколько? Вот 20. Правда? Шотите? Нет, почему? 20 лет ему? Выглядит она откровенно грязная. Вот эта кисточка. А можно мне ватный диск и мицеллярку я протру? Нет. Ну, пожалуйста, вот проверим. Давайте, давайте. Нет, нет. Почему? Зачем? Ну, вот, ну, как вот я... Девушка, давайте я вам все сниму и... Хорошо, сами давайте сделайте. Ну, вы же утверждаете, что оно чистое. Делать я ничего не буду. Для следующего розыгрыша я приготовила вот такие подарки. iPhone 16 в синем цвете. Это самая новая, последняя модель. Палетка от Pat Magrat. Здесь есть и матовые оттенки, и с блестяшками. Румяна, тени, в общем, на любой вкус. Палетка теней от Анастасии Беверли Хиллз. Палетка для лица. Здесь бронзер, хайлайтер и румяна. Также в этот набор от Анастасии входит тушь для ресниц и гель для бровей. Подарочный набор с кремами от L'Occitane. Бестселлер от Estee Lauder. Одна из самых продаваемых сывороток. И здесь 50 мл. Набор кисточек от Max с потрясающей двусторонней косметичкой. Плюс разыграем 10 тысяч рублей на карту. Для участия нужно быть моим подписчиком на Boosty или Patreon. Достаточно самого маленького уровня. Будет три победителя. Нужно ждать поста с розыгрышем в моем телеграм-канале. Все ссылки в закрепленном комментарии прямо под этим видео. Ну что, потихонечку мы подходим к салону. Называется он Супернова. Здравствуйте. Можно выключить, посаживайтесь. Подождать надо моего салона? Выглядит чай очень эпично. Красиво. То есть такой сервиз. Симпатичный поднос. Вот это мне понравилось. Подставка для сахара в виде пня. Расскажите, почему я у вас была, но вы не макияж все делали? Я работала администратором в одном салоне на подстраховке. Вы заходите. Я вас сразу, я всех смотрю абсолютно, там, Нитинакалин вас, Молотову. Ну вы самый топчик, да, у нас. Это очень круто, что вы очень посвящаетесь этой теме. Я, короче, была в караоке, у меня немножко горло болит. Ногу сломала у меня, это посаду с собой. Поэтому, да, можно просто смеяться. Я вас узнаю, и я такая, Алена, здравствуйте. Ко мне подходит, я говорю, это Алена, погребем, пожалуйста, сделайте все классно, но говорю о визажистом. Она говорит, я боюсь, а боюсь. А я уже работала визажистом, и я понимала, что если пришли не ко мне, значит, это не моя история. Значит, я жду, когда придут ко мне. И, собственно, вот у меня. Давайте не будем смывать и ставим, хорошо? Но вы были на улице, поэтому в любом случае... Честно, у меня просто там мой топчик... Давайте прям чуть-чуть. А как оно все равно, все мои пептидики смоются, и я потом хожу без ухода целый день. Да нет, лучше всего... А что нет? Конечно, все предпочтение клиента, это прежде всего, но я бы все-таки смыла. Ну, серьезно. Ну, мы, смотрите, не будем же настолько проверять. Не будем настолько проверять. Если будет вдруг скатываться, ну вот мы начнем, допустим, наносить... Не будет, да, тут все будет супер, но если вы... Да, не хочу. Если, в крайнем случае, будет плохо наноситься, вы сразу же это поймете, мы тогда очистим. Если все нормально наносится, то... Это будет супер. Отлично. Но тонизируем вам все-таки точно. Соткроем глазки. Это что? Это тоник. Ну, обычно после мицеллярки желательно протонизировать лицо. Можно и просто тоником или лосьоном. А что это тоник? Поет, да? Поет, да. К ручке. Заметицируем еще разочек. Вам можно на самом деле. Да, не, спасибо. Это просто надо ее камеру, все предметы. Ну, а смысла нет. Да. Так, кисточки у вас. Ну, вы с такой базовый набор сильно много с собой не берете. Ну, конечно, зачем? Маленькая косметичка прям. Самые базовые кисти. Я использовала, положила сюда, использовала, положила сюда обязательно. Мой смыл, салфетку, ну, как угодно. Как? Как всегда я говорю, визажист должен делать макияж клиенту так, как он хотел бы получить этот макияж для себя, если бы он был клиентом. Это вот для меня реально это очень важно. Я на самом деле в шоке, когда смотрю вот выпуски, когда вы приходите к мизажистам, которые реально просто элементарные вещи не берут в учет. Ладно, погнали. Так, макияж я выбрала вот такой, но попросила серый заменить на салатовый. То есть я заранее прислала референс, мне его одобрили. Да, обязательно просим заранее референс, чтобы потом, когда к вам пришел клиент, не быть в шоке, да? Что за основа? Я беру форму визишн, офигенный тон. Я не люблю плотный тон, даже когда на фотосессию собираю клиент, и сейчас супер неактуально, так как все равно обрабатывают фотографии. Надо, и смешиваем, да? Мы смешиваем, да, несколько оттенков. Покажите, какие. Визуально. Ну, я делаю немножко загорелый, и сейчас добавлю консилер, так как у вас светлое лицо. Супер светлое. Вот, мы просто мешаем такой легкий тон с подсвечивающим эффектом, с консилером, чтобы добиться вашего тона. Скажите, а вот политика предоплаты полная, это ваша скорее или салона? Ну, на самом деле, больше салона, но просто потому что, когда мастер работает под запись, и клиенты не приезжают, а мастер может приехать там с горы с какой-нибудь, а клиента нет. Это, конечно, очень расстраивает, поэтому на всякий случай, где безопасность тема. Все-таки, да, берут предоплату. Кстати, я вот смотрю, все равно будет красиво, да, под ваш тон, но всегда загорелое лицо смотрится намного эффектнее. То есть, получается, с эффектом загара, да, предпочитаете? Ну, я все равно сделаю под ваш тон, но это так, просто к слову. А как он под наш тон, если он уже с эффектом загара? Мы же будем зону под глазками выделять, зону под шкурой. Смотрим контуринг, сделать такой, не бледненький, хорошо? Ну, чтобы он делал лицо не плоским, а рельефным. Конечно, конечно. Получается, если клиент не приехал, вы получаете полную оплату так, как будто бы вы сделали работу. Нет, если клиент до определенного времени не отправил предоплату, я просто не приезжала. Я поняла, если клиент отправил предоплату и не приехал, то вы получаете полную... Не было такого? Не было такого, но я надеюсь, что я бы получила не полную предоплату, а просто процент, за который я даду. Может быть, заколоть волосы? Как хотите. Как вам, да. Свет офигенный. Ну, полную стоимость. Не полную, но процент, да, за который я... Ну, просто 5 тысяч – это же полная стоимость. Вот салон просит отправить 5 тысяч в любом случае и не возвращает их. Значит, 50% получает салон, 50% получаю я. Вне зависимости, приехал клиент, не приехал, выполнили, не выполнили, вы как бы свои деньги получаете, получается. Не было такого, но я надеюсь, да, что мне бы отправили. Понятно, но вопрос, наверное, к салону, просто вообще это по закону из предоплаты можно вычесть только фактически понесенные расходы, а так удерживать нельзя. Ну, конечно, да, если знать все эти законы, окей, но все равно у каждого салона, у каждого мастера есть свои фишечки. Понятно, можно... Фишечки, предоплату не возвращать? Да, рассуждать об этом можно сколько угодно, но каждый вправе сам пока. Ну, вообще, нарушать закон как бы никто... ну, по идее, что есть 2 закон, и его нарушать нельзя. Конечно, нельзя, но у нас столько всего создано, чтобы это нарушать, поэтому живем как можем, двигаемся как хотим. Салатовый взяли, да? Салатовый взял, и это, на самом деле, еще круче, чем серый. У меня прям такой суперкислотный. Класс. Класс. Класс, да? Да. Красиво будет. На самом деле, да? Да, я уже все в предвкушении. Все мочу спонжик, спонжик чистейший, покайновейший. Я всегда, на самом деле, стараюсь... Это он отпечатался от вот этой штучки, когда я его запихнула, потому что это неоригинально от этой коробки. Короче, я пойду рассчитываю. Давай. Притаптываем, чтобы лишнего не было. Слишком, скажем так, вот так вот не сбивался, да, в комки. Да, вообще, притаптывает классно. Я сверху всегда спонжем все-таки работать. Ну, как будто это вторая кожа такая получается. То есть лучше проходиться сверху, и он как бы впитываемый, да? Да, 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 да. Так, эффект загарчика виден? Ну, чуть-чуть есть, но все равно сейчас он будет прям четко у нас гармонировать. Сейчас мы все сделаем красиво. Это консилер. Сейчас будем высветлять зоны под глазами. Мы будем затемнять скулы. Ну, сейчас я все, да, показываю. Давайте, я в ожидании. Высветляем, да, зоны под глазами. Немножечко вставляем, чтобы все это у нас впиталось вот тут. Просто дает мастер-класс. Чуть-чуть вот от зонки. Когда мы уже скулы подведем, чтобы чуть-чуть здесь было посветлее. Ну, и плюс подогнать уже под тон кожу. А яркие делаете макияж? Я вообще все делаю. А где учились? Была, когда пандемия, я в Курске. Я из Курска, ну, из Курчатова. Мне было просто нечего делать. Я думаю, надо по-другому что-то обучиться как хобби, приобрести какое-то. И я в Курске. Пошел к девчонке, фигене моя малышечка. А так я провышение там проходила онлайн. Умармел, Сердара, ну, это все. Не то? Ну, конечно, не то. Сейчас я из Курска, это контуринг обязательно вот так переносим на ручку. Чики-чики-чики, пики-пики-пики. Никогда на лицо ничего не наносим, ну, соприкасаясь продукт с лицом. Я с ума схожу, когда это вижу. Мне страшно становится, реально. Ну, а вот это такой товарищ светленький. У меня тоже он был. Ничего страшного. Это просто как подложка. Если это будет темно, это будет все равно как грязь некая. Я все-таки предпочитаю брать самые легкие оценки, чтобы потом уже сухим продуктом добивать контрастность контуринга. Поэтому оставляем пока что так. Я не знаю, если вы сейчас монтируете влюбушку, я вот так еду в толстый футбол. Вы не скидываете, просто сразу. Ваша футболка пиздрация. Нет, мне кажется, у меня фейс такой попухший немножко после моих скидывать. Не знаю, у меня просто есть ваш номер. Конечно, администратором работала. Я у вас по голосу, когда узнала, кстати, мы позвонили. Я говорю, слушайте, я вам клянусь, это голос, Алена, это гребня. Вы записались на макияж, там, 14.00. И вы приходите, я говорю, ну все, это не ванга. Может, я это в экстрасенсу присмотрела, я даже сегодня чувствую, прям утром каким-то. Ну да, мне часто говорят это. Возможно, потому что яркий никто не запрашивает, а я тут бабаха референс кино. Ну, некоторые, конечно, запрашивают все равно. Я люблю наносить контуринг вану, чтобы он не супер темный был на носик. Без всяких вот этих полосок. Просто наношу на носик, на кончик. Потом беленьким карандашиком аккуратненько делаю полосочку посередине, чтобы он, ну, как бы, был чуть поменьше. Опять же, фишка, Настя, фигмент. Суперская, я у меня когда-то модель не была. Вот не надо, не надо вот этот лоб затемнять. Это вообще уже мейнстрим, мне кажется, это стрёмно, некрасиво. Все это делают до сих пор, но это так уже выглядит неправильно. Просто мы вытягиваем лицо, как бы, ну, середину лица, получается, нам не нужно. Если супер большой, окей, еще можно как-то аккуратно. И то, мне кажется, вот так некрасиво смотрится. Просто аккуратненько вот тут вот приподнимаем, чтобы у нас вытянулась и поселенная часть была все-таки вот в центре лица. Я надеюсь, я понятна лица. То есть там коричневые полосочки, да, там рожки такие рисуем. Да, эти рожки. И сверху потом сухими продуктами будем. Да, но аккуратненько, я все-таки призываю, чтобы все это было супер-хорошо. Ну, а в любом случае, да, где-то там чешется. А где-то, где-то, где-то. Ну, чешется, ну, вот тут, вот тут хочется так, чтобы не... Блин, такое бывает, да, но в любом случае, особенно, да, мастер работает четко, быстро и... Как бы, если верила, грациозно, да, туда водит, чтобы не занимать время клиента, как минимум. Мне кажется, да, может иногда что-то будет почитаться. Поэтому, если нужно, я могу там дать какую-нибудь палочку. Слово, я мокрую, так скажем, коррекцию сейчас. Ну, да, эффект влажной кожи. Да, очень красиво, я обожаю. И шею потом можно будет подтонировать, либо уже подогнать от скуловой зоны уже к вашему оттенку с помощью пансилера, чтобы это все уже четко смотрелось. Да, но шею тонировать не вариант, потому что у меня у куртки, мы ее в сотни пороги, это все будет ужасно. Да, обязательно мы сейчас подтонируем под глазками. Что-то мы будем подтонировать под глазками. Как пудру наносим, да. Так, я наношу не пудру, а есть очень крутой продукт в палетке Tom Ford. Это просто моя любовь уже. Это с блестяшками как будто, да? Да, немножко подсвечивающие, но когда подсвечивающие истории, это наоборот очень классно смотрится под глазами. Тут еще такой пигмент блесток, такой типа незначительный на самом деле. Потому что там даже незаметно будет. Очень деликатное подсвечивание. Используйте как пудру. Я как пудру использую, потому что она не скатывается, в морщинке не западает. Самое идеальное, что нужно нам для хорошего тонка, чтобы это держалось все. У нас плотненько на протяжении целого дня. Теперь сухая коррекция. Да. Диорка? У нас диорка, да. Но я обычно вот так вот страхиваю, потом обязательно, конечно, перед каждым клиентом мы обрабатываем. Косметику. Это как этот блог со своей моделью. Меня реально, меня прям бесит, когда я вижу неухоженность в работе. В косметике? В косметике, да. Я не понимаю, как. Но это же то, что приносит вам деньги. Когда вы начнете реально ухаживать за своей косметикой, благодаря которой, по сути, вы зарабатываете деньги. То есть вот эта диорка, ну, грубо говоря, там 6 тысяч стоит. Вы, ну, за макияж берете. Практически такую же сумму. Почему бы о своей косметике не заботиться, которая вас просто делает. Кормит, можно сказать. Делает богатыми, люксовыми. А реснички у вас там исходят или дополнительно? Реснички дополнительно. Тысячу рублей. Не предупреждали. Я всегда говорю, я прям всем всегда администратор. Привет, как у нас сегодня на пробе новая девочка. Всегда говорю, запрашиваем референс, предупреждаем про реснички. Уточняем, будут ли реснички. Говорим, что это долг. Ну, все равно, вот, бывают, да, такие моменты. Я все-таки склонна строго не судить за этот момент, потому что реально с администраторами очень во многих салонах текучка. Хорошего администратора очень сложно найти. Спасибо. Оп, и, возможно, это один из самых лучших администраторов. Да, поэтому некоторые забывают про вот эти тонкости. Ничего страшного, все мы люди. Я обычно в конце еще добавляю коррекцию, после уже того, как сделаю глаза. Пока что в процессе я оставляю вот в таком виде, чтобы это не терялось бумачь, перегруженно. И, опять же, спонжечком чуть-чуть мы по краям проходим. Несмотря на то, что это сухая текстура, все равно, все мы видим очки. Мы не переживаем. Красота, красота. Мне очень нравится. А вот у нее, кстати, лоб как раз, как будто бы вот так вот затемнен, да? Ну, вообще, да. И выглядит классно, не колхозно. Мне кажется, что вот этот темный лоб, ну, это ни к чему просто. Там окей, она просто была собрана для съемки в Инстаграм. Скорее всего, это, ну, известная девчоночка-модель. Ее собрали просто, чтобы отфоткать классный контент, поснимать русы. Я, мне кажется, начала понимать, зачем это делают. Я себе тоже стала затемнять. Потому что вот нижняя часть, она перегружена элементами. То есть у нас в две трети нижних лица головы расположены глаза, нос, коррекция, уши. Лоб у нас свободный, вот эта часть. Из-за этого, когда очень много всего внизу и мало вверху, вот это вот утяжеляется. То есть вот здесь вот оно как бы немножко придает каждый элемент. И тем более, если яркие глаза, оно придает вес лицу. Гармонию создать просто, чтобы... Да, немножко выровняет заполненность лица. И вот этот вес распределит равномерно. А тогда как будто бы, если вот здесь вот не так легко, а здесь не перегружено, то вот эта часть не становится слишком тяжелой. Поэтому затемненную лоб, он немножко на себя тоже берет вот эту тяже. И тогда лицо не уплывает вниз. Ну, бровка топчика и что-то. Это я поняла. Даже если сложный какой-то. Мне нравится, мне. Да, мне слово просто такое. А, я на свой лад, короче. Ох, эти зумеры или как сейчас? Чего поколение у нас? Я не знаю, что за поколение. Я просто, что у меня в голове, то я и говорю. Типа, я такая, какая я есть. Мне легко потерять. И что там? Невозможно забыть. Да. Вот, короче, даже если сложный макияж, какой-то там суперарабский синдром, я все равно делаю сначала тон. Но главное найти продукты для себя. Ну, чтобы в макияже были продукты, которые под глаза тебе. Если даже что-то рассыпало, у меня просто есть такая пыль, в которой я просто сношу кисточкой. И все вообще супер. У меня нет, конечно, ни черных точечек. Ну, короче, это очень круто найти классные продукты. Конечно, это люкс. Не надо экономить на продуктах. Лучше все-таки подкопить на что-то люксовое, ну, на определенный продукт. Понимаете, делала карандаш? А в качестве видите разницу в работе? 100%. Да, с бюджетом. В бюджете тоже есть классные продукты, но все-таки разница в любом случае будет. Есть, конечно, да, всякие фишечки там. Вот я сегодня тон даже смешала. Кстати, просто хочу от души порекомендовать. Я не знаю, это любовь какая-то. Это Catrice Soft Glam Filter Fluid. Это просто бомба. Он делает лицо супер. Посмотришь, я не знаю, это просто муа. Мне советовал немало известный визажист Алишер. Вы тоже, да, у него были? Да, да, да. И я начала им пользоваться. Просто, по-моему, есть, конечно, продукты классные, безусловно. Но все-таки, когда вы работаете визажистом, лучше, чтобы в основном люкс, наверное, был. Теперь делаем хот-дон. Я просто аккуратненько белую полосечку провожу. Не надо делать все супер, там, переборщенное, чтобы, когда мы выходим в люди, это все выглядело, чтобы естественно. Сейчас у нас просто искусственный цвет. На самом деле, когда дневной, я обычно туда клеиваю. Традиционно сезжаю, чтобы все было очень видно, понятно. Все, украинка взяли, а потом еще хайлайтеры еще добавили. Так, мы переходим к глазкам. Хотя сейчас давайте сделаем хайлайтер, а потом уже... Давайте. Для хайлайтера у вас палетка Dior. Я, кстати, такую же купила для розыгрыша. Она офигенная. Причем вот эта Rose Gold. Да, да. Она самая красивая. Все цвета смешиваете? Я все точно смешиваю, да. Хотя мой любимый цветок. Белый розовый как будто, да? Угу. Белый розовый, белый розовый, белый розовый, белый розовый. Классно. Все, и наносим на вот эти зоночки. Можно даже попросить клиента вот так посмотреть немножечко, да, на свет. И аккуратненько. Хайлайтеры. Это просто любовь. Вместо подложки я нанесу консилер, да. У нас теперь немножко носик шелушится. А можно в конце его поправить, а то так. Бесконечно будет. А что интересного, вот вам внимание привлекло, что у вас, в принципе, светлых основ нету. Это потому, что не любите именно светлую кожу? То есть вы... А, нет, нет, у меня есть. У меня все в чемоданчике. Просто я вас как бы уже увезнила. И я раскладывала сюда только то, что вот подходит. С эффектом загара решили. Ну, на самом деле нет. Нет, я же консилеры добавляла в любом случае, чтобы подогнать по тону. Так у меня есть светлые, но просто они такие бархатные основы, которые плотно будет он делать, а я все-таки все делать с сиянием. Так, приступаем к глазам, да? Мы здесь осветли, но там на референсе так было. Честно говоря, меня бесит реально, когда визажисты вот так вот над клиентом набирают, все это падает на одежду. Поэтому я вот аккуратненько в стороночке, аккуратненько набрались, тряхнули от зеркальца. Желательно там подлили, чтобы ничего не осыпалось. Не осыпалось. И погнали. Дальше наносим притапывающими движениями. Это первый слой, поэтому он такой у нас незначительный. Это всего лишь начало нашего процесса. Сколько надо слоев, чтобы он яркий получился? Всегда по-разному, но слоев 10 как будто бы. Но все равно это же аккуратно происходит. Мы в процессе смотрим, где там, где подбавить, где убавить. Тем более это такой оттенок, он же кислотный по сути. Супер интенсивный, можно его сделать, но нужно опять же смотреть, как вам будет. Может быть, вам уже вот так будет достаточно. Я обычно прям плотненько делаю, чтобы я не была проплешем. Прям 10 раз могу пропечатать, если честно, но очень нормально. Why not? Мы же делаем все-таки яркий макияж, особенно когда ресницы будут, чтобы не было никаких у нас пустых пробелов. Ну, кайф. Я обожаю вообще кислотные эти оттенки. Хардкор просто. Пулеточка, кстати, бюджет. Люки бюджет, девочки. Только что рассказывали, как надо на люксе сидеть плотно. Люкс очень классно. Это просто упростит вам работу. Когда вы уже поработали на люксе, можно уже и на бюджетик переходить. Вот так это работает. Я такая, наоборот, система просто наоборот. Нет, девочка, ладно, делайте как хотите, правда. Я просто для себя поняла, что, конечно же, и бюджет у меня был. Но когда я приобрела люкс, у меня просто уровень даже. Ну, мои ощущения, мой уровень работы. Я как-то увереннее себя начала чувствовать. Совершенно другой вайп какой-то. Ну, правда, как я люблю себя. Не потому, что там это понты какие-то. Нет, ни в коем случае. Можно и бюджетом полностью сделать офигенный макияж. Но все равно для клиента хочется самое лучшее. Но он наслабывается вроде хорошо. Офигенно, да-да-да. Главное, проплешины не оставлять, чтобы все у нас было равномерно нанесено. А там мы все потушим. Ну, все равно, мы уже раз пять сделали точно. Он такой, как мелочек. Да, меловой. Он уже матовый и белеский. Да-да-да. Он не сыпется, вот. Посмотрите. Что значит хорошая пудра под глаза? Пудра из политики помпорт. Не пудра, это, конечно. Я просто поняла, что это офигенная история. Под глаза вообще ничего не осыпается. Она прям не пускает на свою территорию. Все, здесь немножечко уже тушевочку сделали. Дальше, погнали. Сад у нас такая кислотная люда. Мы сделаем, забахаем фоточку красивую. Если вы согласитесь, конечно. Но я хочу с вами ходить. Алена такая посмотрела. Грозно. Ладно, все, продолжаем. Кишечка сухая, да? Да. Просто смотрим вниз, чтобы века, да, не напрягалась. Не в камеру, а вот прям вниз. Да, так мне будет удобнее наносить. Это просто от прикосновения, когда я вниз. Больновато? Больно, да. Что вы же придавливаете. Уже, мне кажется, 20-й слой, да, примерно пошел? 20-й, 30-й. Мне кажется, 50-й. Нет, конечно, но нет. Ну, значит, все. Примерно? Это уже последние слои. Мне кажется, когда вот сильно, вроде долго, он в какой-то момент перестает наслаиваться. И потом я просто пальчиком все-таки все это закрепляю, чтобы уже точно у нас было ярко все. Все, это все подусядет. Сядет в смысле впитается? Да, да, да. Сейчас мы распишем. Так, делаем второй глаз. Ну, мы наносим консилия вместо базы, как подложку. Прям можно считать, 3. Интересно. Как бы она когда на камеру снималась, все равно все заседать. Мне даже интересно, как это получится на камере. Да, считаете? Можете посчитать. Мне самой интересно. Я поняла, что несколько десятков слоев надо. Да ну, ну нет. Все равно я же как бы нанесла и притапала. Мне кажется, 10, не больше. А есть, интересно, яркие цвета пигментированные, которые вот так вот не надо писать слоев? Просто достаточно одного, а не опочки такие, красавчики. Для любого есть, конечно. Есть? 100%. Не озадачивались вопросом найти? Да, я уверена. Нет, я не озадачивалась. Все-таки такая нечастая история. И я в любом случае могу сделать такой макияж своими подручными средствами. Если бы я была там фетишистом на яркие макияжи и экспериментировала с этим, я бы делала свой блог, мне бы нужны были эти яркие пигменты, я бы, конечно, скупила все. А так, мне кажется, это все ни к чем-то, это можно сделать какими-то другими способами. Только единственное, да, что там клиенты могут показать мне блог. Ну, какие-то мелочи. Кто на них внимания обратил, правильно? Ну, конечно, на самом деле, да. Мало клиентов могут вот так что-то сказать, что мне нравится. А надо, надо, говорите, не боюсь. Так, а смысл, если по-любому, чтобы добиться цвета, надо 50 раз насловить? Ну, я могла бы пальцами наносить. Нет, по-разному можно, на самом деле. Ну, а так, если, да, много раз не ставить, то они красивенькие. Да, они прям кислотами становятся, когда кисточку. Ну, просто пальцами несколько раз, 20 раз наносить тоже не очень хочется, поэтому мы их сейчас вот так сделаем. Тушу, ну. Тушу это границу мою, делаем прозрачно. Да, 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 просто чтобы она у нас не въела сейчас в кожу, чтобы у нас потом был красивый переход. Это просто как основной оттенок нашего макияжа. Так, немножко добавляем. Я еще снимаю параллельно кружочки для закрытого чата. Мама, мне ломит. Да, у меня тут оператор, режиссер, монтезур. Мы хотим такой же полукруглый. Максимально похожий. Хорошо? Все, стрелочку сейчас вырубила. Стрелочка, мама, это самое прям сейчас. Сложный момент. На самом деле, всегда стрелки сразу рисую от руки, типа без всяких тарфоретов, без всяких. Прямо сразу, с первого раза, без наметок вот этих вот. Да, но для меня важно, чтобы клиент смотрел прямо на меня, чтобы все это было суперсимметрично. Ну, первая стрелка окей, понятно, а вторую мы уже поддеваем. Первая стрелка окей, понятно, в смысле, что если она немножко... Вторая еще сложнее, потому что ее нужно суперсимметрично сделать. Вы размачиваете, да? Я дюролайн, да. Делаю, чтобы она была мягкой, подвижной, пластичной. Сейчас смотрим на меня. На вас. Прямо на меня? Долго так? Просто вот так на меня, прям. Смотрите, как вы будете общаться. Да, просто из лампы в глаза светят, и вот так вот сейчас... Сейчас я хочу еще чуть-чуть вот тут. Нельзя ее, может, прикрутить пока мне прямо на меня? Давайте мы вообще ее отвернем. И на меня. А если сбоку стоять неудобно вам будет? Надо прям перед вот так. Да, я всегда даже говорю клиентам, смотреть макияж в зеркалах. Не так, типа, как они любят, знаете. А как с вами люди будут общаться, как они будут вас видеть, вот как бы перед собой, так и смотрим. Не надо проверять. Просто перед собой. Сбоку я могу, конечно, и сбоку все равно. Неудобно, да? Но сейчас мы основу делаем, самую главную стрелку, поэтому по-любому я смотрю вперед. Инна, у меня еще разочек. Основную стрелку, ну вот, как бы я сделала. Сейчас будем подвинять. Да, красиво. Потом уже будем делать все вот эти истории. Двойную стрелочку и так далее. Сейчас смотрим вниз. Мы сейчас как-то межресничку прорисовываем. Ну, как бы делаем контур стрелки. Как-то межреснички, над межресничкой. Но потом мы все равно будем усиливать с яркостью стрелки. Там, получается, две у нас будет, да? Верхняя, нижняя и еще вот такая сверху. Да, да, да. У нас сейчас как крылышко Виктория Сикрет сейчас будет. Так, смотрим на меня. Ну, я знаю, как я сделаю, чтобы наверняка не поткнуться. Можно сереньким сереньким провести. Просто чтобы потом... Наметить. Мало ли, да, мало ли рука дрогнет, еще что-то. Конечно, я все же уверена максимально все-таки, чтобы не стирать потом. Ну, да, это разумно. Наметку все-таки делать. Могу и без наметки, но на всякий случай, чтобы меня там не захейтили. Вообще идеальность. Просто все равно. Мне не очень нравятся эти наметки, потому что может все осыпаться. Эти лишние какие-то линии на глазах. Надо учиться делать все сразу. Тут мы все потом будем обязательно подчищать, чтобы это было все очень красиво. Чистенько. Обводим теперь крылышко наше, коричневинку, яркая подводка. Ну, да, потому что все равно здесь эти линии, которые сгибаются. Мало ли, что-то может создать нам сейчас гармошку. Так, я развяжу еще джалай. У меня такая еще не супер черная, но... Мы будем добавлять оттенок. Также 50 слоев можно сделать всегда. Можно, можно сколько угодно. На слои, да? Но будет поярче. По-любому, да. Все равно сразу, если черный, мало ли там что-то не так. Лучше все-таки подстраховываться в таких макияжах. Ярких. Все это вот самое сейчас главное в макияже нашем. Прорисовать классные стрелки. Да, все же реснички, будки. Это все уже, все, что мы сделаем в нашем макияже. Все, еще раз подводочку разводим, чтобы она просто получила. Все, конечно, свои методы работы, но я вот сделаю вот так. Мне главное, чтобы результат до конца был. Хорошо? Угу, угу, угу. Угу, сейчас будем все ярче, 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 ярче и ярче. Ну, черный усиливать. Или как? Чтобы он не серый, серый, но был, а таким уголю, угольком. Я думаю, мы сейчас в первом раза, да, сможем это сделать, а потом уже будем подчищать всю эту историю. Ну, не просто, да, форму рисовать? Как вы обычно без разметки после первого раза делаете, скажите? Я не знаю, стараюсь просто сделать, приучить себя вниз смотрим. Делать все это быстренько на глаз, потому что мало ли какие ситуации могут в жизни произойти. И надо все-таки наметывать свой глаз, скажем так. Не знаю, мне так прошло. Делать без... Каждый делает так, как ему удобно, все. А обычно симметрично получается? Да. Слышь. Да, бывают казусы. Трошь, контент подъехал. Ладно, все будет хорошо. Сейчас мы сделаем. Серновато, да, немножко получилось? Ну, сейчас. Плакать, мне кажется, начнем. Так. Все это, конечно же, вычищать бельки не сером, а подчищать все эти зоны. А как мы подчищать так будем? Просто там вот здесь вот теньки уже наши. Ну, блин, кошмар. Не смотрите, подожди. Сейчас сделаем что-нибудь. Например. Ну, ладно. Что-то, мне ничего страшного. А как вы процесс подчищения? Берете консилером и вот эти линии, которые выходят за, вы их кисточкой снимаете. Да? Да, вытягиваем. Все равно после подчищения как будто это лучше, чем нанести сначала тенями вот эти все отстворить, потом накладывать подводку. Многие вообще подводки боятся, поэтому, мне кажется, лучше в процессе потом подчистить. Снимают такие вот камни, но тем не менее главное знать, как выйти из холода. Ну, в любом случае, нужно не забывать, что референс, который приносит, это всегда обработанная фотография, где тоже наверняка излишки убраны. Я хочу сейчас тенями там закрепить. Берем зеленые тени, да? Нет, нет, я стрелочку немножко тенями закрепляю. Так, вообще корейский бренд, секси, видимо, так называется, я на Валбрисе заказывала, офигенно. Просто серый, черный, все это, да? Да, но он не супер яркий, но тем не менее, просто притоптает стрелочку, чтобы она у нас не была как в моем случае. Мама, Мия, Боже, Боже, я тебя несила. Так, сейчас смотрим на меня. Так, сейчас смотрим, смотрим на меня. Ну да, подписался под водкой. Я думаю, для заставки можно вот так вот сделать. Хармония была. Не, ну сейчас все, оно как-то подровняется у нас, да? Да, по идее, сделает оно так. Давайте, все, пробуем, пробуем. Что делаем сейчас? Я не знаю, ребят, честно, на Бога надеемся. Верхнюю стерли вы, получается? Нет, нет, ее потом мы сделаем уже. Потом, когда будут реснички, можно будет ее чуть потушевать. Сейчас, подождите, дайте я разберусь с этой махинацией. Я помню, просто верхняя была, сейчас куда-то она исчезла. Да? Я думала, специально стерли ее, нет? Да нет, я ее подчищала, и она как бы как ушла. Блин, нет, Алёна, это трэш, это все, это трэш контентно. А как, почему? Я не знаю, мне кажется, реально так камера влияет на способности. Блин, нет, я не могу, мне вообще не нравится. Она что-то, знаете, теперь как поломанная какая-то. А у нее как будто, ну да. Да нет, ее можно это заполнять, но это, конечно... Как будто в другом... А смотрите просто прямо. В другом месте начали рисовать, почему она стала заломанной? Смотрите просто прямо. Попробуем, да. Я не знаю. Нет, просто. Я сейчас реально плакаю, но она не нравится, это получилось. Мне очень страшно, мне надо плакать. Какой-то макияж. Я не могу точно плакать, но, блин, не устроена, что ли. Ну, понятно, но ничего, бывает, что теперь сделать. Непосвольная подсерка, блин. Ну, обычно в сам неподходящий момент начинается все не по плану. По-любому, по-любому. Ну, опять же, это всего лишь макияжик, ничего, прям страшненько. Дайте я чуть-чуть попробую. Ну, подчистить с ватной палочкой. Блин, ну, конечно, это девочки называются понты дороже денег. Ну, ситуация. Ладно, все будет классно, что-то продолжается. Почему понты? Имейте в виду начальный рассказ про себя или что вы под понтами подразумеваете? Я была просто настолько уверена в том, что у меня так хорошо получится. А вот видите, как бывает, а бывает все очень грустненько. Ну, ничего. Да, да, вот так вот. Не приходите ко мне на макияж. С камеры. Полтора часа у нас прошло. Офигеть. Что, на твоей стороне исправим? А если... Сейчас вот тут почищу еще. Что будем делать? План Б. На меня еще раз посмотрите. Мне вообще не нравится. Мне вообще... Я не понимаю, как это... Мы ее стираем сейчас? Правильно я понимаю? Я не знаю, что целом хочу. Мицелляркой ее подсняли. Потом полевом надо будет наносить аккуратно. Еще раз корректор и салатывается. Тоненькой кисточкой приходится. Я уже не знаю. У меня сейчас целом, мне кажется, все. Ну, не переживайте. Девочка, понеслась, понеслась. Так, смотрите. Сейчас я вам тоненькие кисточки. Я сначала пробую зелененьким оттенком. Прямо глубинка восьмой тут реально очень тяжело. Ну да, стрессовый фактор. Я, походу, не стрессоустойчивая. Это что у нас? Консилер? Ну, да-да-да. Это просто уже режим... Режим треш-ситуации. То есть мы сделали дырочку и заполнили ее консилером. Теперь берем зеленые тени. И мы сливаем трописи. Я не знаю, честно, вот сейчас у меня просто... Я просто сейчас, богу молюсь, очень аж посечь-то. Я не знаю, что-то случится. Ну, представим, если бы был важный повод, действительно, можно было бы тогда упростить, да, макияж. Если мне по-любому надо хоть каким-то уйти. То что можно упростить? То есть предложить, например, оставить одну стрелку, чтобы человек не уходил прям совсем без макияжа. Но предложить, если вот не получается вот это, там, допустим, оставить зеленый и одну стрелку. Ну, выйти как из ситуации можно. Если вот оно не получается, что можно сделать? Ну, блин, я бы вообще все смыла и переделывала. Ну, как вот полтора часа прошло, у человека мероприятие, например? Ну, все равно в эти полтора часа входит поболтать, попить чай там. Вот они уже прошли, как теперь быть? Делать классный нюд с легкой стрелочкой. Ну, просто ускорить процесс, сделать тон лица. Конечно, это сейчас все безгрязно, я не знаю. Я не знаю, что делать, мне очень нравится. Ну, честно, это очень грязно, это вообще никуда не годится. Я не знаю. И не исправляется что-то, так как там? Ну, это все, это уже месиво получается, это реально... Я не знаю, что делать. Я не могу просто... То есть, справить не получается? У меня реально сейчас, мне кажется, это даже, мне кажется, исправлять смысл просто нет. Это так грязно. То есть, я сама это понимаю. А из-за чего, как думаете? Блин, я не знаю. Нет ошибок в алгоритме работы у вас, как считаете? Блин, мне кажется, это реально из-за того, что камера, немножко стресс есть. Ну, вот тогда что? Нет, даже, знаете, я вроде бы уверена в себе, но из-за того, что здесь камера, немножко рука не так, ты еще думаешь, как ты сейчас, типа, сделаешь. Но я сразу скажу, эта работа, это полная цель, то есть, таким вообще даже нельзя отпускать вообще клиента никуда. Реально, мне супер сильно. Ну, я не знаю, как так вышло, честно. Я не знаю, Алена, это либо нужно, я не знаю, либо сейчас прокрасить ресницы, наклеить их, и уже, когда есть ресницы, как-то попробовать исправить, сделать губы и так далее, и с глазами в конце доработать. Это просто вот, как мой, просто как вариант последний и то, я не знаю, это ужас. Я не знаю, что делать. Я буду плакать, когда этот выпуск будет. Вы предлагаете наклеить ресницы и в конце на реснице попробовать что-то исправить? Блин, я бы просто вот реально, как последний вариант, потому что я, ну, сама, ты бы поняла, что это просто трэш, ааа, я не знаю, что делать, я не знаю, кто мной сегодня руководил. Просто приклеить реснички, чтобы у нас уже хотя бы взгляд какой-то был, а не просто вот этот трэш на глазах. Уже сделать немножко губы, чтобы полная картина была. И просто аккуратненько я бы уже донесла салатовую оттенку, подчистила бы еще раз стрелочку, попробовала бы догнать уже, подогнать что-то вот. Исправить как-то ситуацию, но все, что я сейчас вижу, мне плохо, честно. Просто вообще я не планировала увеличивать бюджет до 6 тысяч. Нет, ну вы вообще, в принципе, можете даже не платить за этот макияж. Вообще-то, ну, это трэш получился. Я как бы сама скажу об этом, потому что я даже не возьму деньги за такое. У меня, в принципе, если я понимаю, что макияж вообще не айс, я даже не возьму с клиента деньги. Вы что, не понимаете, что за этот пластик? Я бы не стала, мне кажется, клеить не надо ресницы. Можно попробовать вот за оставшееся время то, что можем как-нибудь подспасти его. Можем мы? Безусловно вообще будет, как-то трэш будет. Ну, не знаю. Я просто не успел, что прям. Я просто просто плакаю. А вы часто графику делаете? Блин, ну делаю. Делаете? А как красиво получается? Просто я ни разу не видела, чтобы без разметки делали красиво. Вот так вот, штрихами. Честно? Ну, я хорошо делаю. Я не знаю, что сейчас произошло. Это реально какой-то форс-мажор. Я не знаю, надо что-то переделать. Я не могу. А как переделать? Ну, смывать неохота, потому что прошло. У нас уже к двум часам время идет. Ну, я плакаю. Подождите, давайте попробуем. Я просто уже представляю, как вы, я там все засру. Ну, в целом у меня очень лояльная аудитория. Девочки, пожалуйста, реально, примите тот факт, что все мы люди. Да, я думаю, все понимают. Я не знаю, честно, как это вышло. Ну, это прям в трём. Я вообще в шоке сама сяла. Я завтра в церковь пойду, реально. Кроме шуток, мне уже кажется... Это сглаз или что? Это по-любому сглаз. Ну, уже, да? Уже получше. Так. Эти прекрасные волосы. Нет, это просто моя, видимо, бешеная уверенность в себе. Меня иногда прибивает. Да, блин, я такая, я ничего свободного. Я была уверена, что сейчас сок получится. А сейчас уже, уже как будто настолько грязно, что уже даже исправляешь с такой неохотой. Без надёгом. Ага. Без надёгом. Сейчас мне скажут, Лизок, ну как там у тебя макет пришёл? Вам, вместо тысячи слов можно отправить фоточку. Ой, ладно, ладно. Блин, нельзя, конечно, смеяться в таких моментах. Это не смешно. Это вот реально. Вот если бы это был, да, клеё. Ну, нет, Алёна. Я, Алёна, тоже клеё. Но, как бы, когда ты знаешь, что это блонгер, это какой-то там человек, который делает контент, всё равно по-другому, да, относишься к этому. А если вот реально клиент собирается на какое-то мероприятие, это вообще ужасно. Я, блин, мне кажется, завтра отрабатывать буду этот макетаж. На ком. Нет, смотри, честно, нет, я вообще не... Не помогает? Я бы разнула вообще с таким макетажем. Мне кажется, вот эти ещё тени миловые, они как-то промаргиваются и пятнами начинают смотреться. Я уже столько так очищала и тёрла. Это можно потом просто пальчиком. Ну да, смысл в том, что я потом продолжала моргать, и они немножко перераспределяются. Нет такого, что они вот что-то островками какими-то становятся, вот под бровь ушло. Мы же сюда его не уводили. Я именно про то, что они в процессе эксплуатации немного так себя ведут, капризно. Мне кажется, они чувствуют просто соль в моё настроение. Их поддержать решили, да, солидарность? Нет, мне кажется, нет. В процессе уже потом не будет так. Я не знаю, что я уже делаю, я уже просто снимаюсь, скажу, мне кажется. Давайте всё-таки реснички. Мне кажется, они хотя бы чью-то ситуацию справят, и мы уже попробуем что-то с глазами. Мне уже, когда реснички будут туда бить, я не знаю, вдруг что-то получится адекватное. У меня реально температура поднялась. Давайте. Это снится? Я не знаю, что делать. Я не знаю, либо так вас уже отпускать, потому что трэш. Ну, а смотрите, вот ресницы же не исправят форму нам, да? Они чуть-чуть замаскируют. А не исправят форму зелёненького тоже, не добавят. Да, зелёненького, когда уже реснички будут, я просто зелёненький пальчиком сверху добавлю, вот так вот. И уже пробую под чистой стрелкой, просто когда ресницы уже другой всё равно взгляд какой-то. Смотрите, мы можем сейчас взявить ресницы, вдруг опять будет рэш. Я просто уже сама не знаю, что ждать от этого макияжа. Что, попробуем сделать? Ресницы, ну, я бы такая вот исправила без них, что можно, и всё. Блин, мне вообще не нравится. Я не могу вас так отпустить, это вообще трэш-контент. Это реально трэш-контент. Симметрично они, как думаете? Да всё, уже, да, они очень симметричны. Нет, как будто вот этот вот короче, нет, а этот длиннее. И вот этот повыше. Я уже не знаю, что это. Мне настолько не нравится, это просто я хочу плакать. Это ужас. Я не знаю больше, как это, чем это объяснить. Алена, это ужас. Реально, я так в жизни никогда бы не делала. Это сон, мне кажется, всё. Чё делать? Вы это реально выложите? Конечно. Ну, смотрите, вы при всём, то, что не очень получается, себя достойно ведёте. Это ужас. Нет, вот они, это неважно, как я себя веду, этот макияж, это просто это... Ну, не получилось, что они... Ну, плохо, конечно, надо прокачаться ещё, наверное, вот в ярких... Просто, очевидно, вот эта какая-то уверенность в себе вообще немножечко излишняя, как будто в том, что вы делаете сложные графичные. Да, уверенность излишняя. Как будто, по-моему. Нет, я не знаю, короче, нет, я не знаю, что с моей уверенностью случится, но... Давайте придумайте, вы специалист или кто? Я не знаю, я без ресниц вообще не знаю, как я... То есть вы бы спасли ситуацию ресницами, но при том, что у нас разная форма. Да, у меня много стресс просто, у меня реально стресс... Это всё поняли. Вот мне кажется, вам нужно сместить акцент в себя, то вы очень много рефлексируете, а надо, чтобы результат был закончен и приличный. А вы слишком на себе заморочены, и вот, а каждый прям, о, у меня тут спотело, я тут что-то, у меня нагрелось, я тут волнуюсь, вот об этом вы слишком много просто думаете о себе, а надо думать о результате, потому что вы сейчас профессионал, у вас пациент. Давайте ресницы, пожалуйста, давайте ресницы сделаем и попробуем добить, я не знаю. Ну, давайте, хорошо. Давайте попробуем, да. Да, просто в моменте, мне кажется, это как выращивать, если у него больной лежит и что-то сейчас там, я не знаю, нитевидный пульс, надо думать не о том, ой, какая стресса, а думать так, а как спасти человека, у меня есть мало времени, что я предприму, все свои знания мобилизировали. И собраться сделать, а не как бы вот это вот, как мягко, что прислушиваться, где ёкнулось, что с этим, как теперь жить. Нет, нет, все правильно абсолютно. Вы думаете, что у нас реснички немножко огреетесь в кровь? Дай бог. Будем в это верить и надеяться. Я, на самом деле, просто вчера мне клеили 100-500 тысяч слоев ресниц, мне очень понравился макияж, который мне сделали, но этот клей, там было очень много клея. Я его утром даже отдирала, да, что его было очень много, он не смывался. Мне кажется, название, да, все пошло. Так, причем, уверенно начиналось. А в каком моменте это все у нас покатилось? Блин, я не знаю. Не туда. Мне кажется, это вот эти стрелки двойные, которые я реально нарисую без шаблонов. Вот этих шаблончиков. На самом деле, когда здесь камера, все равно рукой неудобно. То есть, когда ты работаешь с клиентом, ты знаешь, что ты сможешь это подтереть. А когда на камеру, ты всегда хочешь, типа, сделать лучше. Ну, это все все прекрасно понимают, поэтому я говорю, ну да, вот так вот произошло. Сегодня я сделала трошку кампет. Ну, я всегда своим клиентам говорила, что у меня не было реально ни одного клиента. Мне довольна. И я всегда думала, когда он появится. Какой, какой? Недовольный? Да, но который, ну, он скажет, что мне и пора, или которому я сделала не так, он скажет, что я там переделал. Вообще-то, вот и он. Вот реально, и вот он. Ну, блин, бывает, я на самом деле себя как бы, ну, ни корень не виню. Мне это казалось, что так вот все вышло, хотя, с другой стороны, чему жаль, пусть это будет реально треш-контентом. Ну, типа, ну, почему нет? Знаете, что сегодня... Ну, как случилось, так считаешь, что все. Да, значит, сегодня... Велели небеса, но все получилось. Так, так, сейчас на меня смотрим. Один стрелок, это ужас. Это просто ужас. Так, сейчас чуть-чуть на кончике прям клеим. Ага. И мы начинаем добиваться вообще ни разу. Немножечко сдралась. Реснички у нас такие единичные получились. Да, да, да. Сейчас мы обувь подшимаем стрелочку. В ту сторону смотрю. Вот туда. Не видно из-за ресниц вообще. Да. Да, я думала, вот туда, я думала, вы куда наконечник туда смотреть, а вы наконечник сюда, а двигаете туда. Вот, вот туда, да. Туда смотреть. Да, да. Заново перерисовываем? Нет, мы сейчас, чтобы не были ресницы видны, именно по контуру стрелочки. Проводим над ресничками стрелочку. Сейчас ее сделаем почетче. Ну как? Я не знаю, как я вообще уже не скажу, что это хорошо. В любом случае, просто спасибо, что вы дали мне возможность хоть как-то привезти это в Огольский. Это потому что без комментариев, короче, знаете. Вот такая история. Вот сейчас. Так, сейчас я зелененький. Ставим консилером, да, и сверху будем... Ну, опять миллион на раз. Да, на самом деле все, это уже и так грязно очень. Хотя, возможно, реально похоже, нужно подложки покупать. Девочки, учимся на моих ошибках. Покупаем яркие подложки, реально. Хотя, мне кажется, они тоже и скатываются, и пляши ведь могут. Так, сейчас я еще раззвоню и принесу. Вот, уже просто, конечно, грязь, и я бы положительным ключом этот макияж точно не оценила. Ну, вроде, если вот так вот цветные пигменты наслаивать местами, они очень редко ровно ложат. Ну, потому что мы уже сколько раз наносим. Изначально-то все нормально было, просто когда уже стрелка, стирать, подчищать. Ну, и вообще, да, скорее всего, в следующий раз по-любому надо пигменты брать. Мне даже интересно, с пигментами теперь поправлю. С подложкой? Или с кем? Сложно начинать. Тени? Они уже не вывозят, да. Ну, а из-за 50 слоев, да, ну, то, что много-много-много. Ну, да, то есть, да. Мы же их не стираем, а сверху консилер наносим, правильно? У них уже просто отторжение реальное. А потом на консилер тени, а потом на тени консилер и на консилер тени. Так, мы же не стирали их? Да, мы их не стирали. Боже мой, я уже чувствую этот хейт. Людый хейт. Да нет, я думаю, не будет хейта. Да будет-будет, вы что? Ну, как бы. Ой, все-все. Нет, я думаю, был бы хейт, если бы вы там драли, если... А накосячат все, все не идеально, что делать. У всех бывают косяки. Главное, максимально достойно постараться свести все последствия к минимуму. Блин. Да, все. Я уже, и честно, я уже просто реально грязь не уже и занимаю больше времени. Не помогает оно ли? Ну, уже все грязно, там реально нужно было, мне кажется, стирать и пробовать что-то как-то... Просто заново наложись. Я уже... Заново наложись. Нажфоклипать. Я расстроена, правда, блин. Я не ожидала, что там будет. Ну, реально, вот если результат чего-то есть драмы, то просто как будто бы просто уже в этом смысла особо нет. Вот опять накладывать, накладывать, мучить ваши глаза. Давайте мы просто вставим. Губы сделаем. Ну, я даже не знаю, если смысл за этот губ. Вот, просто. Ну, как хотите. Ну, они уже эти не осыпались на ресницы. Уже такой эффект салатовых ресниц. Ну, да, они не вывозят, да, уже как-то вот... Ну, все, мы уже много накладывали. Просто еще, скорее всего, я буду промаргивать, и оно будет тоже потихонечку сползать неравномерно. Нет, я даже там уже выговорила. Все, Алена, это просто уже грязь. И я не хочу просто все это дальше. Кошмар, господи. Ну, вот сейчас исправили, не так это... Да нет, это все. Это как бы так визажист вообще не должен краситься, реально. Я не знаю. Я просто... Нет, no comment. Вообще, это просто это лютая грязь. Вас не снимают, да, уже? Я не знаю. Не фоткать, не показывать? Не знаю, как хотите, но... Ну, как вот. Я просто думала, чтобы вы там выводы подвели. Если не хотите, то не будем. Можете закадывать. Я уже сейчас сказала, реально, это просто очень грязно, и нет смысла дальше что-то пытаться исправлять. И что? Когда оно начинается, один пазл дальше уже... Домик сыпется. Да. Губы не будем делать, да? Ну, смысла нет. Я просто... Конечно, уже глаза грязные получились. Ну, ладно, что теперь? Что, если вы постарались? Ушло у нас каких-то два часа. Ужас. Ну, вот этот вариант лучше, чем первый, мне кажется. Да? Почище, поровнее. Никакой вариант не лучше, серьезно. Но нет, все равно. Это мы сейчас выиграли за счет просто ресниц, потому что взгляд очень слабый. Он насыщенит, ну, за счет ресниц, так, это, конечно, грязь, это... Это трэш-контрент. Такой был. Реально, как бы я не снимаю с себя ответственность с этим трэшом. Ну, все, ладно, мы поняли, все. Ну, ничего страшного, что сделать. Слава богу, что мне не надо потом куда-то на важное мероприятие. Но в таком случае можно было, я думаю, стереть, оставить одну стрелку, реснить. Нет, 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 знаете, почему? Почему? Стрелка, я пыталась заломчик убрать, и стрелка уже смотрится настолько грязно. Но все равно, мы видим, как будто залом, вот эта гармошка есть. Это все равно не красиво. Не красиво, да. Я бы даже так не оставила, ну, реально. Это чисто уровень такого кутового мастера. И то, как бы, это... Я даже не знаю, как это комментировать, все, у меня есть аппаратура, мне кажется. Ну, стрёмно, это стрёмно. Стрёмно или норма? Стрёмно, честно. Мне кажется, у меня сёки покраснели. Ну, все, ладно. Спасибо, что старались. Вам спасибо за экспириенс. Я хотя бы попробовала себе реально стресс вызвать. Я расстроена. Ну, я тоже. Мне кажется, у вас прям начало такое уверенное было. И даже мне в закрытом чатике все писали, что вау, что там начинается. Вау, вау. Да. Вы, ну, видите, как бывает реально. Сейчас послушаем, что нам предложат. Потому что, напомню, я внесла полную предоплату. 5 тысяч рублей. Я даже исправлять не стала, потому что, мне кажется, температура прослёт. Мне кажется, это мой первый стрёмный макияж. Посмотрите, Алена. Ну, нет, это грязно. Это реально грязно. Мне кажется, что делали Алене, это ещё очень грязно. Нет, я вообще с собой недовольна. Это стрёмно получилось. Мы уже и переделали, и числи. Ну, я вижу, что немножко разная форма. Но в целом это лучше, чем было до. То есть мы уже исправили. Просто тени, возможно, такие проблемные, они меловые. И вот я моргаю, они начинают подсыпаться. И получаются пятна. Мы их пытаемся заполнить. И в этом месте они потом проморгаются в кашицу, куда-то исчезают. Наверное, надо либо подложку, в общем, как-то что-то с ними. Ну, я использую обычно консилер. То есть я вот эти яркие подложки, они всё равно тоже, ну, пигмент всегда может, там, плешилить, ещё что-то. Я когда раньше делала, у меня как-то... Ну, и плюс, когда камера, реально, как-то немножко... Страшно, что? Ну, а для меня это такой реальный экспириенс. Я немножко даже взбодрилась всё равно. По-другому себя ощущаешь, как говорится, снимает. Но я в шоке. А вы управляющая? Да. Да? Расскажите вот про предоплату. Меня интересовал вопрос именно, что вообще, вы знаете, что по закону она, если услуга не состоялась, возвращается за минусом фактически потраченных расходов. У вас не практикуется такое? Ну, есть ещё статья, да, как бронирование тоже мы можем предоплату брать. Как бронирование? В размере 100% услуги. И не возвращайте. Ну, мы предупреждаем, что за 24 часа, если нас... А есть такой закон, что возможно брать оплату в размере услуги за бронирование? Есть, да. Есть, правда? А сошлётесь? Я просто... Скажите. А я услугу, что пришлю. Да? А так не помните? Нет, не помню. Ну, ладно, обсудим, это интересно, потому что так вообще, есть же закон о защите прав потребителей, что это заминусуются расходы. Если расходы не понесены, то предоплата должна быть возвращена. И вообще, вот знаете, если, допустим, практикуется момент, когда это в смысле предоплата услуги, ну, вот какой-то вообще, если два гражданских лица, вносится предоплата, например, при приобретении квартиры. Если потом покупатель отказывается купить квартиру... Залог не возвращается. Да, он не возвращается. И вот там есть разница предоплата и залог. Ну, в общем, смысл такой, что отвечают обе стороны. Если, как бы, на кону деньги, то в случае, если что-то не состоялось, не так, что отвечает клиент своим рублём, а в салон в случае, если не состоялось, не платит ничего. А у вас получается вот так. То есть, смотрите, я приехала, внесла задаток, ну, предоплату. 5 тысяч. У нас, допустим, услуга не состоялась, ну, не получилось. И получается, вы мне просто вернули мои деньги, салон никаких расходов не понёс. Хотя в таком случае тогда бы справедливо, чтобы, если не состоялось, вы тогда клиенту возвращаете 5 тысяч, потому что по вашей вине. Ну, как бы я на себя не намекаю, потому что мастер-сталлаж, но в целом, получается, если салон косячит и не оказывает услугу, тогда он платит клиенту. Мы его возвращаем сразу. Нет, не возвращайте, вы просто возвращаете сумму, которую унёс клиент, но сами ничего не теряете. Ну, как не теряем? Ну, как вы просто вернули деньги, оплаченные клиентом. Я про то, что тогда салон из своего кармана, как в случае с... То есть ещё что-то вместо 5 до 10 клиентов, например. Смотрите, если услуга, ну, тогда по логике справедливости не состоялась, платит клиент, если он не приехал. Если услугу не оказал салон, платит салон. В гражданском праве, между двумя странами равными, это так. В случае с салоном вообще обычно просто, ну, возвращают деньги клиенту, всё, но у меня был такой опыт, когда мне прям не смог салон оказать услугу, и мастер не приехал, мне прям возвращали. Ну, просто вот если вы настаиваете, что справедливо удерживать бронирование, тогда справедливо, если по каким-то причинам клиент не получает свою услугу, тогда салон точно так же ему покрывает его дорогу, время, он приехал и так далее. Получается, салон никак не рискует, хотя вы бизнес, и бизнес получает оплату за свои риски, а не клиент. А у вас получается так, что клиент платит за всё, а салон ничем не рискует и платит ничего. Но мы этот вопрос, спасибо, Лёна, что вы нам дали тоже подсказочку в этом плане, мы это рассмотрим обязательно. Ну ладно, звучит как отмазка. Возможно, будем делать вам какую-нибудь укладку бонусом, если могли там что-то не получилось, или там клиенту какой-то предоставлять ещё бонус. Ну я поняла. Ну да, бонус клиенте должен 5 тысяч заплатить, реально, а вы бонус. То есть с деньгами ещё. Ну как, если вы требуете от клиентов, чтобы они оплачивали, при том, что вы кроме приезда мастера ничего не теряете, он потратил деньги только на дорогу, но бронирование будьте добры оплатить. При этом, если клиент оплатил своё бронирование, услугу не получил, то вы его бронирование ему не оплачиваете, что он тоже на вас рассчитывал, там у него мероприятия и так далее. Ну в общем, что... Ну никто у нас просто никогда об этом не спрашивал, но задумываемся, рассмотрим это всё. Так, ну вот я внесла предоплату 5 тысяч. Вы не готовы, как бы, да, за такой макияж заплатить или что? Ну я не знаю, мастер просто сказала, что она с меня денег не возьмёт. Я не готова вообще за такого макияжа пройти, реально. Ну вы сами, как Илёна, оцениваете работу мастера? Ну вам, наверное, надо весь выпуск посмотреть, чтобы впечатление сложить. Ну я вижу, что это, конечно, не трэш прям макияж, что у мастера, очевидно, талант есть, красивенько у него стильно, модно, молодёжно получается. Но как будто... Всё, я уже не могу. Вот, просто, мне кажется, надо не торопиться и... Ну заволновалась немножко, наверное, всё равно перед камерой, заволновалась. Понимаю, как человек... Это даже, знаете, это не волнение, это совершенно другое настроение, по-другому ты делаешь, ты ещё и рассуждаешь, ты понимаешь, что ты это делаешь на камеру, там куча вообще, спектр эмоций. Совершенно по-другому, даже реально не волнение делала. Волноваться начинаешь, когда ты понимаешь, что у тебя уже не получается. Вот в этот момент уже такой шик-шок-шок приходит. Но нет, это, мне кажется, самый лучший макияж в жизни, поэтому я сейчас в шоке. У меня всё, вообще плачешь, Алёне, короче, да, всё? Я... 100 миллионов долларов в США. 100 миллионов долларов. Миллион долларов в США. Алёна каждый день там будет ходить на макияж, тебя тренировать, где твои 100 миллионов. Да-да-да, бесплатно, бесплатно. Алёна, я вас сегодня жду ко мне на макияж, бесплатно. Так, уже у нас пошёл третий часик, я бы такая удалилась бы. Да. Да. Всё, мы вернём на депозит. Хорошо. Алёна, извините. Ничего, вы старались. Хотя я не знаю, может быть, это даже хорошо, трэш-контент тоже должен быть. Значит, так велели небеса, чтобы... Ну, получилось. Но это всё равно лучше, чем многие мастера, которые были в восторге от своей работы. Нет, правильно. Почему нет? Я не могу верить. Мне плохо. Ладно, подождай депозит, хорошо? Да, мы, как непрофессионалы, можем, конечно, судить чисто визуально. Может быть, как профессионалы, ты видишь там, да, свои изъяны. Ну, и мы даже не стали доделывать губы там и всё остальное, потому что всё, это уже грязь, если честно. Ну, как бы смысла нет, только хуже будет. И время тратить. Так, скажите мне, вас оставлять, ваше лицо или нет? Нет, закройте. Закройте. Лучше закройте. Ну, смотрите, на бусте я загружаю, как есть, без монтажа, просто склеиваю фрагменты я всю версию. А на ютубе я буду кропать, хорошо? Ну, на бусте там совсем немножко... Акбербанк переведу вам обратно, да? Можно на Тинькофф. Видели, какие у меня были... Жесть, у меня перестала читаться карта памяти. Сказала, что нет места, и вышла, что я не вставила. Потом инициализация карты, я думаю, что сейчас мне просто всё сотрёт нафиг. Потом я думаю, надо её переставить, когда я её вытаскивала, она так вот вылетела, и у меня просто чудом не за диван. В общем, экшен на ровном месте. Делом вывода, пока у меня не разрядится 5% с нас, потом я продолжу на телефон, что визажист, конечно, не рукожоп. У неё есть талант, видение, она сделала красивую форму, хотя это было не симметрично, кривовато. Но уже то, что форма такая, как я люблю, ведь она под косточкой. Она сплюснута, да, не кругляш какой-то. Красивенько вытягивающая глаз, ресницы тоже классные. Коррекса мне понравилась. Мне очень понравился тёмный тон изначально, но меня никто не спрашивал. То есть она в целом сказала, я с загарчиком достала под меня только две достаточно тёмные основы с консилером светлым. И говорит, что мы его выровняем. Но в итоге, мне кажется, он всё равно темноват. Здесь яркий свет, он выбеливает лицо. Но при нормальном, обычном, как будто бы я это считываю, что лицо немножечко можно было делать светлее, так, чтобы он совпадал с шеей. Потому что сейчас сезон шарфиков, курток, высоких воротников и не вариант потом всё это докрашивать на шею. Мы всё-таки считаем, что макияж в том числе для жизни в первую очередь. И в моём случае, да, вот у меня высокая куртка, всё это вот здесь вот будет испачканное, если потом попробуем выровнять. Видно, что мастер училась. То есть молодец. Что пошло не так? Я думаю, в первую очередь, она, возможно, очень как-то вела себя экстравертированно. Причём, возможно, она из-за того, что волновалась, у неё из-за неё эта вся энергия выплёскивалась. И она через разговор её как бы пыталась нейтрализовать. То есть, чтобы не в ней это всё бурлило, да, она как бы через общение, рассказы, истории, там, где-то нахваливание себя. Песенки какие-то прибаутки, там, стишочки, пословицы. Вот это всё постоянно мы слышали. И в том числе, как будто бы это выражалось в такой чрезмерной самоверности, вместо того, чтобы заняться такими нудными, спокойными расчётами. Ну, в частности, вот то, что она захейтила, то, что там ставит разметки, делает шаблон. Потом всё-таки она к нему вернулась, хоть как-то его сделала. Но в целом, это вот такие вот были штрижки просто в одно движение. И я не представляю, как они могут получиться одинаково. То есть стрелочки она выравнивала, стояла передо мной, практически села мне на колеи. Что тоже, конечно, вызывает вопрос. Мне кажется, лучше сбоку рисовать. Либо сбоку, но так, чтобы я, например, смотрела вот сюда. Потому что иначе вот реально, ну, как бы тоже у меня на коленках сидит девушка, с которой мы не так близки. А она не замечает этого. То есть для неё это нормальный стиль работы. И если бы она вместо того, чтобы вот это всё бурлило и показывать крайнюю самоверность, просто такая сосредоточилась, и лучше бы сделала разметку, поставила бы эти точки, которые потом мы соединяем. В общем, как-нибудь хотя бы основные параметры соблюсти того, чтобы симметричны были оба глаза, такого бы косяка не вышло. А она вот как художника, и будь что будет, и вот такой штрих мы делаем. И всё. И один как бы более-менее нормально вышел с блямбой потом, а второй жирный получился, а потом загнулся не в ту сторону. И исправляли плюс-минус в такой же технике. Потом уже как бы в конце она стала более тщательно прорисовывать, и было видно, что это сильно стало лучше. Но если бы изначально был такой подход, более скурпулёзный, вот не на удачу, куда рука понесётся, дай как получится, а у меня всегда нормально. А именно математический, практический расчёт. Хотя бы основных пунктов, чтобы не накосячить, там, конечная точка, высота и прочее. То же самое с тенями, то, что мы их там 300 раз наслаивали. Я уже в какой-то момент считала, потом забила. Когда-то, когда это совсем беспроблемно, вроде и нормально, но немножечко что-то пошло не так, и всё, они уже пляшивые. Ну вот здесь видно, здесь всё рассветит желтушные, какие-то в уголке глаза их почти нет, ну и так далее. Не очень, и вот здесь вот тоже, видите, какое-то пятно, хотя мы их наслаивали просто 300 раз. И получается, где-то есть консилер, он там больше держится, там больше слов консилера, там больше на голую кожу. Оно всё неравномерно наносится. И исправить, чтобы цвет получился красивой равномерности, тяжело. Для тех, кто не соображает макияжи, если бы, например, мастер не соображала, владелица, там ещё кто-то, то им бы казалось вот издалека, в принципе, нормально. Но из-за того, что она видит эти нюансы, видите, она достаточно критично к себе, она их замечает. Поэтому, я думаю, очень важно, чтобы или кто-то из сотрудников, или сама мастер, вот так вот могла проанализировать работу, а не просто говорить, что клиент дурак, если что-то пошло не так, как мне часто рисуют абсолютно любительские, дилетантские мейки, и находятся от них в восторге. Они и весь салон такие, о боже, это же и так прекрасно. Здесь мастер, ну, объективно, если сравнивать с трешиком, она нарисовала красиво, но она как человек с высокими требованиями к себе, и которая привыкла видеть от себя чистую работу, вот видите, ей не понравилось, но как бы я вижу, почему, да. Я со своей стороны постаралась там где-то пойти навстречу, чтобы дать ей достаточно возможности переделать, как она хочет, попробовать с ресничками. Но в итоге мы поняли, что так, как ей бы хотелось, это не выглядит всё равно. То есть, по-хорошему, надо это стирать и перерисовывать, чтобы получилось, ну, так, чтобы она была довольно беспятен, симметрична, неплешива. Отдельно мне бы хотелось отметить владелицу, а именно вот этот подход с невозвратной предоплатой. Потому что, как я сказала, например, в гражданских отношениях есть понятие задатка, это деньги, которыми отвечают две стороны. Хотя тут не гражданские отношения, но я к тому, что даже если вот это вот понимание предоплаты законно, да, ну, в случае с задатком, то справедливо, чтобы обе стороны тогда этими деньгами отвечали. Например, если у нас приобретается квартира, покупатель вносит предоплату, какую-нибудь 50 тысяч рублей, например, и сливается, не приобретает квартиру, то продавец эти деньги оставляет себе. Но в случае, если продавец не может уже покупателю продать после внесения задатка, то он возвращает покупателю в двойном размере его задаток. То есть возвращает деньги покупателя ему и платит свои, как плату за сорванную сделку. То есть обе стороны в случае срыва сделки отвечают деньгами. А тут у нас что получается? Ну, то же самое, если арендатор и арендодатель. Въезжают люди, и вы берете с них штраф за то, что они меньше года не живут, то в случае, если вы, например, как владелец квартиры, их выселяете раньше, вы им платите штраф. То есть такие вещи, то есть эти деньги, они вам или если вы нарушаете обязательства сдавать за год. Продолжение банкета, все, у меня села батарея, я заказала ролльчики. Такая вот вкуснясинка. Что тут у нас, видите, икра, внутри рыбка. Но не буду при вас это все хамячить, потому что у нас, значит, серьезные вещи обсуждаются. Так вот, есть штраф, например, при варианте раннего съезда арендаторов. Тогда арендодатель таким же штрафом отвечает, если по его вине он вынуждает их раньше съехать. То есть штраф взаимен, должен быть в случае, если у нас бронь оплачивается. Ну, допустим, это в принципе, как мне сказала владельца, что оплата за бронь и есть такая статья, я не встречала. Вот мне интересно, пришлет она мне или нет. Пока не было, когда я смотрела. Ссылки на статью, может быть, в комментариях захочешь сама написать. Как бы, welcome to the club. Я с удовольствием поддержу. Но даже если вдруг это актуально и имеет место быть, тогда справедливо, мне кажется, чтобы обе стороны деньгами отвечали. И в случае, если, как у меня сегодня, есть запрос, мастер вас согласует. Я провожу в салоне 2 часа. В итоге получаются у нас разные глазки, пляшевые тени. Вот на телефон сильно не видно. Но здесь, конечно, уже все это вот 5 дней очень существенно. И на камеру там, ну, побольше заметно было. Хотя, если издалека, да. В принципе, если не приглядываться, то выглядит очень прилично. Но мы сейчас про другое. Что в таком случае абсолютно справедливо, чтобы тогда салон также клиенту платил этот штраф. Потому что клиент приехал, забронировал свое время, потратил на дорогу, на нахождение в салоне. И салон не справился. По разным причинам. Тогда, как считаете, салон должен точно так же вернуть ему стоимость услуги. А не вот эта игра в одну сторону. При том, что, в принципе, тот, кто получает прибыль, да, предприниматель, он несет риски на себя. А клиентов нести не должен. А здесь у нас вообще несет риски только клиент. И отвечает рублем только клиент. Когда уже визажист настаивала не платить, владелица, я так и не поняла, ну, скорее всего, владелица. Видно было, что она так не хотя эти деньги, ну, как будто не хотела возвращать. Потом она сказала визажисту, так ты, Алене, что ты там оплачиваешь. Визажист типа за все отвечает. Потом визажист у нее спрашивает, мы вернем предоплату. И она так не хотя соглашается. Но мне уже уходить. Я смотрю, у нас 20 минут беседы. Уже вот все после того, как мы закончили. Уже после того, как визажист сказала, что деньги она с меня брать не хочет. А мне ничего не возвращают. И я стою. И вот управляющая такая, ну, типа, вот дверь, расходимся. Я спрашиваю, а что там с предоплатой. И она вот, ну, как бы тоже не торопится. Она спрашивает, а что, как вы макияж, вы что хотите, чтобы вам все вернули? То есть она вообще не торопилась. Не было у нее такого ощущения, что как-то это справедливо. А вот она прям сто раз хотела эту информацию перепроверить и так далее. Ну, в общем, выглядела немножко так себе. То есть как вам заплатите, то, блин, вот так разбежитесь и за 3 часа до сеанса быстренько переведите. А как вот вернуть хотя бы эти деньги? Уже вот какие-то начинаются с ножки на ножку. Ну, слава богу, в целом мне перевели эту оплату. Но справедливо, я думаю, абсолютно. Даже после того, как я озвучила, это осталось на уровне, да, мы обязательно рассмотрим этот вариант, подумаем. Хотя я, получается, провела кучу времени, просидела. Мастер сама свою работу забраковала. Референс я присылала заранее, заранее озвучивала цвета. То есть она могла взять там более какую-то удачную палетку. Это не то, что даже чертика с табакерки выпрыгнула. Делайте со мной что хотите, да. Я заранее со своей стороны все выполнила. Получается, результат ни мастера, ни меня не устроил. Мы не доделали работу. И все, максимум, на мои потраченные там 3 часа времени с дорогой, мне вот вернули мои деньги, все. То есть я считаю, что это несправедливо, конечно, так быть не должно. Извините, берете предоплату, тогда и клиентам возвращаете, если что-то идет не так. В том числе из своего кармана, я имею в виду, несите затраты, а не просто деньги клиента ему отдать, а потраченное время там никак не компенсировать. Уже повторяюсь, мне кажется, конечно, это никто не сделает. И интересно будет, если юристы узнают на тему платной брони. Если реально такое понятие, в размере 100% услуги, которая не выполнена. Что еще по процедуре в целом? Салон прям красивый, высокие потолки, то есть там сделаны два этажа. Вот эти фишки с тем, что из пеньков, каких-то срубов дерева, там классные такие выемки для того-сего. Ну, декоративные, плюс там что-то можно хранить. В целом такая атмосфера, очень уютная, стильная, дорогая. Ну, в общем, классно внутри, мне очень понравилось. Сама мастер тоже видно, что обучающаяся, увлекающаяся. Со стороны я бы, может быть, могла посвятовать, хотя, конечно, это, мне кажется, наверное, такой психотип у нее. Как бы особо ничего с этим не сделаешь, что не говори гоп, пока не перепрыгнешь. То есть не надо хвалиться результатами, пускай ваши результаты говорят за вас. Вот вы вообще-таки, рот на замочек, ничего про себя, какая умница, красотка, сколько было там клиентов, довольных, как вообще всегда все шикарно, быстро и со свистом, там топчик, вот с этими словами. Мы ничего не говорим, мы просто делаем охренительно, у клиента отвисает челюсть, и он сам вас нахваливает. Вот это смотрится гораздо более гармонично в любых обстоятельствах, когда за вас говорят результаты, дела, отзывы клиентов. А так вот эту всю дорогу вы завышаете ожидания, то есть я уже такая сижу, думаю, ну сейчас как начнется. А потом я вижу вот эти вот два штриха стрелок с дикими какими-то кляксами, плюшевыми тенями, 50 слоями салатовых меловых тенюшек, которые начинают уже в процессе отваливаться. И у меня такой диссонанс. Я думаю, что эту энергию можно себе аккумулировать, пустить на результат, на то, чтобы сосредоточиться, перепроверить себя. Вот что значит, нервы не в порядке. Я думала, по звуку как будто, знаете, собака когда накидывается, вот она с таким вот так делает. А это, блин, стульчик скрипнул. Что еще, вот здесь на телефоне как будто видно, да, что лицо оранжеватое, то есть шея розоватое, а лицо темное. И при некотором освещении, ну я тоже это вижу, что мне кажется, можно было однозначно взять более светлую основу, не коричневатую. И пускай позатемнять по периферину, хотя бы чтобы вот эта часть у нас совпадала с шеей центрально. Ну в общем, котики, вот такие вот дела. В целом, знаете, мастер молодец. В чем похвалить, очевидно, что у него все нормально будет. Ей просто немножко надо проанализировать. У него, вот что странное, даже когда вот получилось так, как получилось, я ее направляла на то, чтобы проанализировать, в каком месте она могла подселить себе соломки. Что она могла в процессе сделать по-другому, чтобы результат получился иным. И как будто это не работало с ней. То есть она такая, я пойду в церковь, это планеты не так встали, что-то полнолуние началось, звездам, да что угодно. Кроме того, чтобы так сесть, не звездам, не планетам и подумать, если такая ситуация повторится, что я могу сделать, какие предпринять защитные механизмы, как подстраховаться, что исправить, чтобы больше не вляпываться. И почему-то вот эта связь с тем, что проанализировать и как будто бы от нее зависит, что получится в следующий раз, как будто я этого не увидела. То есть она реально посчитает, что у нее вот когда круто получается, это вот получилось. И когда хреново, это тоже вот так срослось и все, а как будто она это, знаете, следствие событий. Я думаю, что в жизни гораздо круче думать о себе как о причине, потому что тогда ты можешь больше влиять на будущее. Ну так как ты такое не плывешь по течению, а анализируешь, делаешь выводы и все, в этом месте уже в следующий раз поселишь соломку. Как я уже сказала, мне кажется, было бы идеально, возможно, взять другие тени, купить подложку. Она, скорее всего, не стоя миллионов долларов, стоя, то есть это какие-то обычные деньги. Лазу по тени, возможно, купить. Купить не миловые тени, цветные, если тем более так мастер себя позиционирует как любитель цветных. Ставить контрольные точки для симметрии, то есть делать какие-то макеты, пускай они полные, но наброски. На этапе макета проверять симметрию, чтобы это все было одинаково. Если что-то идет не так, думать не о себе. Помните, в процессе всю дорогу мы слушали, что мастеру плохо, и вот она как бы очень много транслирует своего состояния, которое, по идее, ты как специалист получаешь деньги, не надо на клиента вываливать. Все, собралась, сделай, что можешь, пускай будет с косяками, но тройку вытяни на 3 с плюсом, 3 с плюсом на 4 с плюсом и так далее. А не просто вот этот вот мандраж и рассеивание внимания постоянно. Все, сосредоточусь на процессе, а не на себе, не внутри копаемся, а вот здесь точка фокуса должна. И, в общем, я думаю, если она все это применит, плюс попрактикуется, возможно, вот с такими штучками, стрелками, верхними, двойными, то все будет отлично, потому что навыки есть у нее, результат в целом, доработать его правильно, он будет классным. В общем, мои лучшие поддержки и желаю ей больших успехов. Все, ребят, пишите, что вы думаете, что думаете по предоплате, в том числе, как вам вообще салон, макияж, визажист и, конечно, наш результат. Все, я вас целую. Вот так, огромное спасибо за просмотр. Кто хочет посмотреть полную версию, они есть на Boosty и Patreon, там без монтажа, для любителей всех нюансиков, подольше вот эти вот всякие шепотки, то, что все, что вырезается, там все есть с первозданном виде. И плюс огромное количество у нас всяких эксклюзивных роликов и еще куча конкурсов с айфоном, наборами косметики и розыгрышем денег каждый месяц, ну, практически каждый месяц в конце месяца. Все, ребятки, жду вас в комментариях, спасибо за просмотр, обнимашки вы такие от меня, целую вас, и всем пока.